Добрый вечер сегодня понедельник как всегда на телеканале семей программа диалог сегодня мы поговорим о актуальной теме которая уже целый год для нас является актуальной постараемся разобраться что изменилось за прошедший год как раз таки вот практически год прошел даже больше чуть-чуть прошло может быть днями это исчисляется как в нашем регионе было объявлено через ну не только чрезвычайное положение по всему казахстану конкретно в нашем регионе был объявлен жесткий локдаун когда выдавались пропуски по которым мы могли ходить в четные нечетные дни там на квартиру какой-то пропуск задавался на автомобиле давались отдельные пропуски когда мы все перешли на удаленную работу кто мог это сделать конечно я не говорю об экстренных службах и когда у людей была легкая паника которая постнее переросла в жесткую панику летом когда писали неизвестно куда с просьбами с заявлениями там чуть ли не елене малышевой даже были случаи она в каком-то из своих прямых эфиров говорила что из казахстана пишут как быть что делать нет лекарств нет вакцины нет ничего потом это все стало появляться ситуация вроде как наладилось но опять же вроде как и вот год спустя мы решили одну из программ наших посвятить именно вот знанием то есть рассказать о том к чему мы пришли через год после того как мы познакомились с этим заболеванием инфекционным вирусным заболеванием ковид-19 у нас сегодня в гостях ассистент кафедры инфекционных болезней и иммунологии медицинского университета нашего города жанара бакаджановна исабекова жанар бакаджановна добрый вечер здравствуйте ну давайте вспомним вот тот период год назад когда были экстренно созваны и собраны все силы особенно медицинские научные силы когда на базе вашего университета был основан центр по изучению центр по мобильным каким-то действием да все ведущие инфекционисты иммунологи были задействованы на прямой связи были с разными странами да из обязательно с столичным вузом со столичными инфекционными службами так скажем как тогда вот какая ситуация была что чувствовал народ мы прекрасно понимаем мы сами это все чувствовали болезнь новая непонятная что чувствовали врачи и что чувствовали ученые в тот период да вы правы уже больше года как мы столкнулись этой пандемии да вот 11 марта 2020 года в вузом была объявлена пандемия коронавирусной инфекции хотя заболевание само начало его еще в 19-м году да всем известно да ну как бы начало идет с и поэтому уже уже с того момента даже до начала пандемии уже начали предприниматься различные меры чтобы не запустить этот вирус в дальнейшем у школе у нас появился и начал распространяться чтобы не допустить дальнейшего распространения да и в течение года вот начиная с февраля 20 года начались выпускация протокола наши клинические диагностические протокола где изначально вот вы верно высказали что это инфекция ну как бы сам по себе вирус не новые но именно этот штамп был для всех он новым поэтому как бы организм людей не был готов к нему нету никакого иммунитета и поэтому началось вот массовое заболевание и хотелось бы сказать что первый случай коронавирусной инфекции вот именно к вид 19 в казахстане появились и зарегистрированы 13 марта это те которые вернулись из египта это в казахстане это завезенный из европы у нас было у нас да это с египта это вот семья не будем называть и мы так уже аукается это в течение года постоянно это они первые официально зарегистрированные случаи у нас в семье это 28 марта двадцатого года и вот уже больше чем год мы работаем с этой инфекцией и на протяжении этого года уже какие-никакие но у нас есть уже знания множество раз были переработаны эти протокол а множество раз по поводу протоколов можно и жарба к джанна вмешаюсь я просто на моей памяти мы же тоже как средства массовой информации активно следили за все развитием событий естественно на связи всегда были ваши инфекционисты им дат мусайчик и фенди и фирбол муслинович все были они все давали интервью рассказывали и из палат были врачи действующие которые с нами делились совет за монбекович вот как руководитель колледжа до медицинского потому что он готовит людей которые будут потом работать в этой среде я насчитал 11 протоколов только вот наверное за полгода сейчас уже сколько их но сейчас у нас вплоть до декабря было вот до 10 до 10 протокола дошло и потом с дополнениями они пошли все понятно значит я еще свежий до заход застал 10 получается с декабря месяца двадцатого года у нас пошло разделение это протокол именно кого и у взрослых кого и у беременных и кого и у детей отдельно а правда ли что дети легче переносят или это все клинически да они более-менее переносят легче быстрее но как вы уже наверно уже знаете в дальнейшем у них может быть кавасаки подобности да вот давайте несколько слов вот о том что болезнь если она не изучена соответственно непонятно как она действует на организм да когда-то для людей и грипп был смертельно опасным заболеванием до сих пор доказано что грипп ежегодно уносит больше жизни чем коронавирус на ну может уже и нет но был на тот период было именно так какие последствия тяжелые ну помимо тромбоза да вот которые известно что это уже доказано что вызывает что еще какие последствия могут быть у людей которые переболели в легкой ли форме без симптомной ли форме в тяжелой ли форме но больше конечно последствия у людей у кого была тяжелая форма заболевания так как сам по себе вот это вот само по себе заболевание она больше идет как 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 мультисистемное, так как оно нарушает микроциркуляцию. И поэтому страдают сосуды, вот это вот тромбообразование, сгущение крови. Это все в дальнейшем может привести... Допустим, мы всегда говорим, мы даже разговаривая с пациентами, каждый раз, когда мы заходим в красную зону, у пациентов все же паника. Пусть год прошел, пусть даже десятки лет пройдут, но если он заболел, мне кажется, он все равно паникует. В соцсетях особой паники нет сейчас, потому что я только и вижу, там закрыли то, и там закрыли то, и на то, и по 100 человек, по 30 человек, по 40, по 50 и так далее. А когда попадают в больницу, уже паника, да? Да, потому что у многих, вот мы буквально, я вот недавно с красной зоны вышла, и там до сих пор мы слышим такое, вот до вот этого момента я не верил, что это заболевание есть. Вот до сих пор нам такое говорят. Год прошел, друзья. Год прошел, да. А что нужно еще сделать, чтобы люди хоть как-то поверили? Это, наверное, пока сам не заболеет человек, не дай бог, конечно. Пока он, наверное, на себе не испытает это. Хотя вот сколько и посредством массовой информации, и на несколько было лекций прочтено, и для широкого населения, и для медработников, вот для всех было это, как бы уже профилактическая работа проведена, но тем не менее есть до сих пор такие люди, которые до сих пор не верят. И вот те, кто не верят, они то и проводят. Ясно. Ну вот у взрослых это тромбозы, да, у детей синдром Кавасаки. Что это такое? Это, ну не синдром Кавасаки, это Кавасаки-подобный синдром, да, это мультисистемный воспалительный синдром. Вот как я только что сказала, что здесь затрагивается в основном сосудистая система, и там вот начинается, как мы говорим, там, где тонко, там и рвется. У кого какие вот есть свои проблемы со здоровьем, вот там и рвется. Те хронические заболевания, они всплывают. Они усугубляются. Вот почему изначально было, да, вот болели, в первую волну болели лица молодого возраста больше, потому что они не соблюдали, да, вот эту изоляцию. Больше общения, больше, да. Они, тот период был, что в основном вот молодежь, и как бы более-менее, вот когда мы летом в прошлом году работали, все же было полегче. Дальше уже при второй волне, с осени, пошли люди, как мы говорим, с коморбидным фоном. Это те люди, у кого есть свои хронические заболевания. И вот у них уже, у таких людей, конечно, заболевания протекают намного тяжелее и опаснее, да, там, когда могут появляться, конечно, и жизнеугрожающие моменты. Поэтому при уже вот начиная с осени, мы больше встречаемся с людьми пожилого возраста. Конечно, встречаются и молодые, и дети иногда даже. Ну, это как один из журналистов или ученых европейских сказал, что если вы не заболели в первую волну, то вторая, третья заболеют те, кто вышел из бункера. То есть те, кто закрылся на самоизоляции и старался избегать, сейчас уже не сможет этого сделать. Да, это правда. Ну, многие успешно это делают, насколько я знаю. Да, мы тоже видим, вот когда мы начинаем собирать вот историю, да, заболевания, анамнез болезни, мы, они вот говорят, мы все лето прятались, прятались, вот откуда, откуда… Один раз сходил на то, и все. Да, да, откуда-то получилось, что они заболели. Давайте немножечко о иммунном ответе, то есть вот тех самых антителах, которые вырабатываются или нет. Потому что я вот лично помню, беседовал с Индат Мусаевичем, он сказал, что вот у первых привезенных в наш город больных, у них не было антител вообще, хотя они перенесли его в тяжелой форме, а антитела не выработались. И вокруг этих антител такая спекуляция сейчас ходит, да, кто-то говорит, у меня антитела аж из ушей вылазят, я могу ходить там без маски, и все. Кто-то говорит, что это все, их нет вообще, в принципе, не вырабатывается. Кто-то говорит, они спасают. Кто-то говорит, я переболел, больше не заболею, кто-то болел уже два, а то и три раза. И каждый раз хуже. Вот как ситуация, если повторные заболевания, вырабатываются действительно антитела, спасают ли они, и насколько они спасают, если ты уже переболел. Ну, хотелось бы сказать, что на сегодняшний момент официально зарегистрированных повторных случаев у нас не было. И антитела, вот по всем, да, закономерностям инфекционного процесса, антитела вырабатываются. Иммунный ответ, он всегда вырабатывается. Но насколько он напряженный, это, опять-таки, для нас еще пока окончательно не изучено, во-первых. Во-вторых, это индивидуально. У кого-то иммунная реакция, иммунная защита может быть хорошей. Кто-то не заболеет. Кто-то, да. Вот, допустим, на своем примере, вот у меня был, и столько мы вот и работали, да, в очаге, и прямой контакт, у меня вся семья болела, когда я в красной зоне была. И, казалось бы, но при всем при этом, как бы я вот проверялась, у меня тоже антитела нету. И такое может быть. То есть это, наверное, как средство защиты индивидуальное, да, способствует? Ну, да, возможно, просто диагностика еще не, как бы, несовершенна. И такое может быть. Ну, вот ваш прогноз. Вот сейчас относительно гриппа, да, мы к нему, я не помню, я с детства к гриппу относился, как, ну, к обычной простуде, да, то есть ничего страшного, он пройдет. То есть, и вот будем ли мы со временем, может быть, сколько лет понадобится для того, чтобы относиться к этому типу коронавируса, как вот сейчас мы относимся к обычной простуде и гриппу? Такое возможно вообще? То есть, ну, переболел и переболел, ладно, там, то пропил, все пропил. Да. Даже в больнице не лечить, чтоб не лечили. В принципе, в принципе. Как витрянка, что вы, специально заражали, чтоб потом не болеть, да? Ну, для того, чтобы инфекционное заболевание приобрело такой вот обычный, банальный свой тип, вот характер, да, для этого нужно, чтобы было, как говорится, коллективный иммунитет, чтоб создался. Для этого, для этого вот на сегодняшний день вот вакцины, да, различные, вот какие-то люди переболели с клинически выраженной формой, какие-то люди перенесли боли со скрытой формой, да, вот как носители просто. Возможно, бессимптомная форма была у кого-то. Но, тем не менее, иммунитет вырабатывается, и они входят в вот этот вот контингент, который создаёт коллективный иммунитет. И когда уже вот этот коллективный иммунитет будет в достаточном количестве, а при любых заболеваниях инфекционных говорится, что достаточный коллективный иммунитет – это вообще обхват более 80, а то и 90%. Население. Да. Вот тогда вот эти вот те люди, даже вот не болевшие, и которые не могут получить вакцину по каким-то своим, да, вот заболеваниям, возможно, медотводы и так далее, они тоже могут быть защищены. Потому что другие уже их не заразят, да, соответственно. Да, да. И, но, вот вы начали про грипп говорить, грипп в своё время тоже, он носил миллионы из жизней. То есть испанский грипп, допустим. Но в какой-то период он начал меньше мутировать, да? Так же и здесь. Вот сейчас мы видим, что на сегодняшний день мутация. Так как это вирус, это тоже живой микроорганизм, поэтому он пытается адаптироваться, чтобы продлить свою жизнь. Мы вот его убиваем, но он пытается... А убиваем ли мы его? Вот у меня вопрос. Потому что, насколько я знаю, грипп вообще, в принципе, не лечится, да, он как-то проходит сам. Мы же купируем только симптомы, по сути, да? То есть вот у человека тромбоз начинается, давайте ему антикоагулянты. Температура, давайте жиропонижающие. Там проблемы с лёгкими, антибиотики широкого спектра или что-то там, что, ну, отхаркивающие там какие-то препараты, да? А само ждём, пока оно пройдёт как бы само, потому что, ну, и грипп точно так же, да, по сути. Сколько он там? Ну, 7-10 дней, да, по-моему, в человеке. Потом он как-то или исчезает, или выводится из организма, или организм адаптируется к нему в симбиоз, и как-то уже друг другу не мешают в какой-то степени. Вы совершенно правы. Вирус от вирусного заболевания как бы организм самоизолируется больше. Потому что, ну, по его, да, вот структуре, по его вот именно внедрению в клеточную ткань, мы его как таково достать из клетки тяжело. Поэтому, как бы, в основном, да, мы начинаем бороться, поддерживаем организм, начинаем бороться с теми, вот, допустим, со своими хроническими заболеваниями, которые у пациента есть, чтобы он не дал осложнение там именно, да. И, конечно, мы, хоть это и банально, но всегда пациентам говорим, побольше жидкости, пронт-позиция, да, чтобы организм самоочистился от этого вируса. Ну, и при гриппе же говорят, да, больше жидкости, потому что синдром, ну, это, токсикацию, да, чтобы интоксикацию снять, да, можно было. Вода, ну, с похмелья, дорогие друзья, многие знают, да, что вода как раз-таки помогает, снимает этот синдром сам. Я нет, не друг рассказывал, сразу говорю. Еще один вопрос, вот мы затронули тему иммунитета, затронули тему, как, коллективного иммунитета, да, вот очень-очень волнует вопрос не только меня, многих зрителей. Дело в том, что вот для многих это состояние стало паническим, да, то есть человек боится взяться за дверную ручку, протирает все спиртом, там, там, пошел в магазин, все это обрабатывает. Вот насколько это важно, да, может ли вирус жить, например, на поверхностях, да, допустим, надо ли их мыть, надо ли там постоянно со спиртовым этим баллончиком ходить, да, там, чтобы все подряд вокруг себя обшикивать. Ну, то есть элементарно пошел человек в магазин, он же не знает, кто прикасался, может, кто-то кашлянул на это все. Может ли вирус жить там 20 минут только, или он там будет двое суток, и ты обязательно его притащишь домой. И вот эта вот вирусная нагрузка, так называемая, она важна для этого, то есть там, допустим, если она минимальной форме на столе остается, и когда человек при контакте, да, это максимальная форма, скорее всего, причем активного вируса, который он живет в нем, и он его распространяет вокруг себя. Вот чего опасаться больше? Ну, конечно, прямого контакта мы всегда опасаемся больше, но в любом случае, допустим, даже на поверхностях вируса, они как бы во внешней среде особо долго не живут. Им нужен носитель. Да, им нужна вот именно живая ткань, поэтому, но никто не гарантирован от того, чтобы, да, не гарантировать, что к чему он прикоснулся, что оно только что на него не покашляли, или еще как бы, да, не обсеменили вот это вот местность. А бывают люди, когда сразу могут и в рот рукой залезть, и в глаз, почесать глаз и так далее. Ну, вот в случае, вспомните, с баскетболистом, да, с тем, который сказал, что он не боится, все микрофоны руками обтрогал и заразился потом коронавирусом. Всякому, да, вот ему, наверное, надо было именно и заболеть. Ну, вот так это закон подлости какой-то. Ну, то есть, достаточно ли доза будет, например, на столе или там в автобусе, да, например, на поручни, там, деньги, да, которые вот мы, сейчас, конечно, многие перешли на безнал, то есть это либо NFC, да, система, либо карточками. Но, тем не менее, карточку уже тоже кто-то трогает, она же куда-то уходит, берутся за нее. Супермаркеты, опять же, магазины. Запретили продавать хлеб в открытом виде, когда он у нас раньше стоял, привлекал ароматом своим, обязательно хотелось купить, потому что ты чувствуешь запах свежевыпеченного хлеба. Но, тем не менее, его уже кто-то запаковывает в этот пакет. Тут, чем он его держит, непонятно. Какими руками он его брал? Ну, хотелось бы, чтобы в перчатках. Ну, санитарные книжки у них есть, да, у поваров, у пекарей. Ну, всегда мы, вот еще раз повторюсь, всегда мы боимся прямого контакта. Когда со слюной, да, вот с какими-то выделениями попадает, это, конечно, вот в биологических жидкостях всегда вируса больше. И если это будет прямое попадание, допустим, на слизистую оболочку, тогда процесс будет быстрее намного. С поверхности же это надо на слизистую занести сперва еще. Ну, то есть это надо облапать, еще потом себя, там, либо палец обсосать, либо в нос засунуть. В основном, да, вот прикрепление вируса идет к слизистой оболочке. А долго он живет вне, именно коронавирус? Есть ли какие-то данные? Или они расхожи, потому что, потому что я помню, что кто-то говорил 5 часов, кто-то говорил 2 суток, кто-то говорил 15 дней там спекуляции были, это вот в самом начале, причем это говорили ученые разных стран. Вы знаете, это опять-таки в зависимости где. Раньше, вот вы правы, раньше говорили, что на поверхностях он живет столько-то часов, в испражнениях он столько-то, в рвотных массах он столько-то. Это зависит от того, где именно, в окружающей среде, да, где именно. Ну и давайте, раз уж мы заговорили об иммунитете, и вы затронули тему вакцинации, у нас вот осталось уже буквально 10 минут, поговорим непосредственно о вакцинации. Все ждали вакцину, потому что вакцины от гриппа существуют, и, естественно, это был вопрос времени, когда разработают вакцину от коронавирусной инфекции. Сейчас на рынке их довольно много, этих вакцин. Сейчас есть зарубежные вакцины, да, там британская, по-моему, американская, AstraZeneca, там какие-то еще, российские, по-моему, уже три вакцины готовы, китайская какая-то вакцина у нас присутствует, и нам даже передали ее вроде как, или купили, мы ее уж не знаем. Казахстанская вакцина тоже вроде как, вот ближайшее будущее, может быть, летом. Ну, я прекрасно понимаю, что создать вакцину, это вам не, извините, на заборе рисовать, да, это сложная тема, тем более, что в России была база для этого, у нас этой базы не было, мы ее создавали с нуля, у нас база больше индустриальная, у нас, пожалуйста, добыча металлов, руды и так далее, а там была сосредоточена наука, у нас только физика как-то больше развита в Казахстане. Какая вакцина, и вообще нужна ли вакцина, вот на ваш взгляд, если, в принципе, коллективный иммунитет вырабатывается каким-то средством? Нет, ну, вакцина, это, конечно, это всегда основа профилактики. Когда есть возможность провакцинироваться и не болеть, то почему бы и нет? А чего так боятся наши люди-то? Да, вот я, вот сколько, вот следишь за мировой практикой, да, смотришь, в мире вакцинируется, в России не хотят многие. У нас, вот, приходит, например, супруга в школе работает, пришли, там, ну, 80-90 преподавателей, допустим, учителей, 9 согласилось. В российской школе сравнивали, тоже знакомые живут, и с 90 двое согласились на вакцинацию, остальные сказали, не надо. Мотивация. Я не люблю, ну, вот антивакцинистов, да, вот этих. Ну, самое банальное чипирование какое-то там происходит, в какой форме, я не знаю, сейчас, по-моему, 5 нанометров, это максимальный техпроцесс, который есть, это в мобильных телефонах процессоры, меньше, один процессор ничего сделать не может, то есть ему нужна какая-то операционная система, ему нужна какое-то сопутствующее оборудование, то есть смысл, чем чипируют, если там, ну, господи, в жидкой форме это все. Другие говорят, что это, ну, есть религиозные люди, я их прекрасно понимаю, они говорят, что нет, мы не, они и лечиться-то не хотят, ну, как-то вот их спасает, наверное, это. Есть люди, которые просто против вакцин, потому что это навредит здоровью, вызывает аутизм, вызывает там различные заболевания, побочные какие-то эффекты, ну, и есть люди просто осторожные, они говорят, что, а вдруг у меня потом рога вырастут от вашего этой вакцины, вы сейчас на скорую руку склепали, там, неизвестно что, да, за год всего лишь, и на нас это тестируете, вы уж мне дайте готовую вакцину, вот, как положено, там, 3-5 лет, потом провакцинируемся, посмотрим. Но ведь и прививки от кори, и от ИБЦЖ, да, и от ОСП, точно так же, кто-то же когда-то проверял на себе. Насколько вакцина безопасна вообще, в принципе, понятие вакцины, и были ли такие случаи, когда, ну, действительно, вот, ну, в мировой практике, когда, ну, я сейчас не про ковид даже говорю, что вакцины действительно вызывали, там, смертельный исход, на, вот, 7-миллиардное население, допустим, земли. Ну, вакцина – это всегда ослабленный штамм, да, не считается, это специфический, получается, метод профилактики, поэтому к нему тоже есть свои показания и противопоказания. Ну, то есть, как я понял, вакцина, ее задача, чтобы ваш иммунитет сам начал вырабатывать заранее эти антитела, которыми он может столкнуться в процессе жизнедеятельности, да? Да, вырабатываются в организме клетки памяти, которые при повторном столкновении с антигенной структурой, они запоминают ее и начинают уже быстрее вырабатывать иммунитет. Поэтому, но, так как это считается активной иммунизацией, то здесь, в любом случае, работает иммунитет сам. Поэтому многие боятся, что заразятся. Вот вы основной контингент людей сами и назвали. Это, в основном, у нас отказники от любых вакцин. Это вот, да, в первую очередь, это те, кто вот по каким-то своим религиозным. Это вот самая большая часть. Ну, или принципиально, да, там, убеждениями. Сейчас больше людей вот пугают всякие фиковые вот информации, да, вот вы точно вот подвели, тоже мы много читали, это вот про чипирование всякое разное. Ну, это дурь, откровенно, на мой взгляд. Ну, люди верят. Ну, да. И всякое-то, опять-таки, вот то, что сомнения в том плане, что новая вакцина, вот новая, непроверенная, до конца, возможно, где-то неизученная, да, потому что для любой вакцины нужно время, время, чтобы это вот клиническое испытание пройти. На данном этапе, на данном этапе, вот наша казахстанская вакцина, вот как бы она проходит вот эти испытания. Ну, на самом деле пугает, например, вот то, что, допустим, да, вот мы много случаев знаем в медицине, когда какой-то препарат сильно был распространен, пропагандировался, а потом его резко отменили. Тот же самый аспирин, да. Без него, например, в начале века, в середине века, ну, это было первейшее средство, вот там, температура, головной боли и так далее, вызывает гастрит и язву желудка, да. Допустим, в аптеках и кокаин продавали в свое время, как тонизирующее средство, средство от головной боли, да. Потом как-то вот опиаты отказались от обезболивания, потому что не знали, к чему это приведет. То же самое курение. В свое время его рекламировали, и, ну, это было символом то, что надо курить обязательно. Сейчас уже, ну, медицина дошла до того, что через сколько-то поколений выяснилось, что это вызывает онкологические заболевания, это вызывает там то-то, то-то, то-то. Не случится ли с вакциной точно такое же? Через поколение мы узнаем о том, что оказывается человек вот стал нищим благодаря вот этой вакцине. У него тотальная невезучесть появилась. Ну, это я утрирую, конечно, да? Нет, ну, это опять-таки кто-то заглянуть в будущее мы не сможем. Это все покажет нам клинические моменты, но, тем не менее. А безопасить себя здесь и сейчас мы уже можем в какой-то степени. Ну, да, ну, сейчас у нас все, вот эта вот апробация проходит. Вакцину проверяют эксперты независимые. А были ли случаи каких-то побочных действий? Ну, вот вы же следите. На сегодняшний день не было. То есть уже вакцинировано сколько было, приблизительно? Так, на сегодняшний день у нас провакцинировано, вот по данным статистическим вот этим, около 160, даже 165 тысяч. Тысяч? Тысяч. Это практически население нашего города, по сути. Ну, одна треть, так скажем, да? Чуть больше. Но это вполне себе неплохо. Вы будете вакцинироваться или вы уже провакцинировались? Нет, я как раз была в красной зоне. Это отвод, да? У нас период карантинизации, да. Да, я буду вакцинироваться, надо, так как мы являемся врачи-инфекционисты, это как первое звено, да, когда должны вакцинироваться, далее преподаватели, преподаватели вуза, второе звено. Конечно, надо. Вы туда и так, и так попадаете. И так, и так. Ну, я вот тут тоже, я вспоминаю, вот время, допустим, когда прививку от гепатита ставили только вот инфекционистам и там, по-моему, силовым структурам, а вот сейчас ее всем ставят, по сути. А раньше это была привилегия, то есть прививка была привилегией. То есть это только врач, который непосредственно работает с больными, он, чтобы обезопасить себя, сейчас это ставят всем. Ну, может быть, так распространился гепатит, а может быть, наоборот. Вакцина стала настолько хорошей, что она действительно защищает. Как только появилась, внедрилась вот эта вот вакцина и дополнительная иммунизация по гепатитам, заболеваемость и смертность от гепатитов стала меньше. Ну, это замечательно. Мы говорим сейчас вообще о любых вакцинах, насколько я знаю. Мы же победили многие виды заболеваний благодаря, допустим, корь, та же, да, практически сейчас ее не встречаешь. Только у невакцинированных, опять же, людей, да, или с ослабленным сильным иммунитетом. Оспа, кроме ветряной детской оспы, которая в взрослом возрасте переносится крайне тяжело. Многие вот мои знакомые переболели, это ужас, я чуть не умер там от обычной ветрянки, которая в детстве там почесался и все, зеленкой помазали и прошло. То есть, ваше мнение, вакцина нужна, вакцина важна? Вакцина нужна и важна, да. Так как вот благодаря этой вакцинации мы победили такое заболевание, как натуральная оспа, да, которая уносила в свое время миллионы, да, миллиарды жизней. Поэтому вакцина, она, конечно, нужна. И вот хотелось бы, конечно, обратиться к населению, что бояться не надо, надо вакцинироваться. И если мы, чем раньше мы вот этот коллективный иммунитет создадим, тем больше, тем, вернее, ранее перестанут болеть наши, вот более пожилые люди, которые очень тяжело вот переносят. А вот последний вопрос у нас буквально минута. Мы, допустим, я вакцинируюсь, я не могу стать переносчиком? Нет. То есть вот я могу свободно уже приходить домой, не боясь того, что я заражу, допустим, свою маму там или бабушку, дедушку там и так далее. Опять-таки я говорю, что это и не то, чтобы инактивное, это ослабленное, но тем не менее это вирусная нагрузка. То есть я могу также притащить домой? Да, но в любом случае, чтобы оно подействовало, нужно время, да, поэтому в любом случае, бывает, некоторые говорят, вот провакцинировались, ничего оно не помогло, но для этого нужно, чтобы выработался иммунитет. Это могло 60 дней, насколько я знаю, да? Это да, это порядком время нужно. Инкубационный период у него более такой продолжительный. Спасибо огромное, друзья. К сожалению, время программы подошло к концу, очень интересная беседа. Я напомню, у нас сегодня в студии ассистент кафедры инфекционных болезней и иммунологии Медицинского университета Жанна Арбуха Джанна Исабекова. Это была программа «Диалог». Говорили мы о COVID-19 год спустя. Увидеть нас вы можете не только на нашем телеканале, на сайте www.semitv.kz и на нашем YouTube-канале. Оставляйте комментарии, смотрите. Увидимся в следующий понедельник. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok